Отчет перед населением Аким Елийского района рассказал о проделанной работе за прошедший год и поделился планами на текущий Не шутите с экологией Свыше 20 миллионов тенге штрафов в прошлом году оплатили предприниматели области Смертельная поездка Толкургань, спускаясь с горы на Тюбинги, врезался в камень Сегодня Аким области Амандык Баталов специально выехал в Елийский район, чтобы выслушать отчет Акима О проделанной работе и планах на год предстоящий Кроме того, глава области провел рабочий объезд по промышленным и социальным объектам Поскольку Елийский район не только главный промышленный регион области, но и регион с интенсивным приростом населения В рамках рабочего визита в Елийский район глава региона посетил промышленное предприятие ТО «Металлстрой» Компания занимается выпуском изделий из металла Двери, контейнеры, подставки и прочее Впрочем, визитной карточкой предприятия считаются сборные дома из металлоконструкции За работу вперед с 2013 по 2018 годы компания получила сертификат «Лидер отрасли» и почетный знак «Звезда качества» Предприятие считается одним из крупных Оно обеспечивает стабильной работой более 70 человек «Очень много сотрудничали с КСЛ, делали для них контейнеры для связи, кастели радио, много электронных, акса, дизель-генераторы, ну то есть много, Минобороны, железная дорога, много партнеров Планы на будущее развивать наше производство Мы сейчас немножко начали выпускать товары для населения Скажем, у нас деревообработка появилась, кузница, двери, ну то есть товары, которые востребованы уже населению Особое внимание сейчас уделяется образованию Родители стараются отдать детей в престижные школы с высоким уровнем показателя обучающих программ Есть такая и в Утиген-Батыре, школа лица Эквант Частное учреждение образования открылось в сентябре прошлого года Сейчас здесь обучаются чуть более 40 учеников Обучение платное, но в ежемесячный взнос входит четырехразовое питание, бесплатная развозка и, собственно, главное, лучшие методики обучения Никаких серьезных нареканий объект не вызвал Единственное, Амадык Баталов предложил руководству изменить дизайн школы Ведь детям важно прививать не только знания, но и эстетический вкус В программе посещения главы области завод «Полимер-БК» Он выпускает конструкции из полиуретанов По словам ответственных лиц, область применения материала весьма широкая Машина и авиастроение, металлургия, нефтегазовая промышленность и мостостроительство Этот, на первый взгляд, гибкий материал обладает рядом уникальных свойств В их числе прочность, износа стойкость, эластичность и так далее Компания сотрудничает с огромным количеством предприятий И поставляет товар по всему Казахстану Аналогичных заводов в стране не имеется Ближайшие конкуренты лишь в Беларуси Амадык Баталов отметил, что будучи средоточием промышленных объектов Таких как «Полимер-БК» и других Ильский район вносит особый вклад в экономическое развитие Алматинской области А потому коллективу завода пожелал успехов в развитии 35% бюджета Алматинской области сформировал Ильский район в 2019 году Такие данные озвучил Аким района Багдад Карасаев на отчетной встрече с населением Глава края подвел итоги прошедшего года и поделился планами на год грядущий В мероприятии приняли участие Аким Алматинской области Амадык Баталов План на 2019 год жителей власти Ильского района перевыполнили Промышленный показатель составил 324 миллиарда тенге А это треть от общего показателя области Продолжая программу индустриализации, введено в эксплуатацию 21 промышленное предприятие, расширены 18 действующих За счет чего 3400 человек нашли себе постоянное место работы Объем инвестиций достиг рекордов 80 миллиардов тенге Примечательно, что 92% из них внебюджетные средства Основной объем инвестиций 73 миллиарда тенге Или 92% освоен за счет внебюджетных средств Это на 19% больше, чем годом ранее, чем в 2018 году Объем вложенных инвестиций предприятиями, обрабатывающей промышленности Составил 21 миллиард тенге В сфере строительства 18 миллиардов Энергоснабжения 6,5 миллиардов В 2020 году намечается привлечение инвестиций в экономику района В размере 90 миллиардов тенге За счет расширения 12 действующих крупных и средних предприятий Хорошими показателями район может похвастаться и в сельском хозяйстве Объем валовой продукции составил 84 миллиарда тенге Это на 10 миллиардов больше, чем годом ранее Особый акцент на животноводство Ему отдает предпочтение большая половина сельхозформирований Ими произведено и переработано 96 тысяч тонн мяса Общий же вал в растении и водстве 67 тысяч тонн садовых, полевых и бахчевых культур Этот показатель в текущем году и последующий период аграрии намерены увеличить Поскольку должен разрешиться один из самых актуальных для них вопросов Активно в регионе развивается малый и средний бизнес Свыше 100 человек пополнили ряды предпринимателей Получив микрокредиты от государства Еще порядка 560 человек прошли краткосрочные курсы обучения 36 тысяч человек, 10 тысяч 800 у нас субъектов малого и среднего бизнеса зарегистрировано Сегодня ими оказано услуг на 249 миллиардов тенге И 24,8 миллиарда мы получили от них налогов Уже в 2020 году эта цифра перевалит уже почти 270 миллиардов И мы более 30 миллиардов тенге получим услуги И в этом году 62 в прошлом году мы открыли новых объекта И в этом году более 65 объектов малого и среднего бизнеса откроем И это нам даст открытие почти 350 новых рабочих мест, постоянных рабочих мест Ильский район отличается высоким демографическим ростом Соответственно ведется системная работа по обеспеченности населения жильем В эксплуатацию введено 144 тысячи квадратных метров жилья По словам Богдата Карасаева, в этом году намерены ввести еще 150 тысяч квадратных метров Это 3,72-квартирных и 1,60-квартирный дом Однако растущие микрорайоны требуют благоустройства На этот год власти запланировали ремонт на 22 улицах райцентра и поселка Боралдай 1420 километров вообще дорог полностью по району Состояние по среднему дорог областного района почти 79% в удовлетворительном состоянии 821 миллион тенге по прошлому году было Мы отремонтировали 22 улицы Мы в 2018 году давали поручение привести центр в порядок хотя бы Баталханова В прошлом году мы по улице Баталханова свыше 150 миллионов тенге и привели порядок в центр Основные улицы сделали по поселку Боралдай В этом году около 500 миллионов тенге мы подали заявку Денежные средства уже предусмотрены И мы отремонтируем уже в населенных пунктах Особого внимания заслуживает газификация На сегодня природным газом охвачены 9 сельских округов И поселок Боралдай Это 75% района Подключением голубому топливу занимается 25 подрядных организаций Согласно отчету Акима в районе газифицировано 29 тысяч домов и 70 соцобъектов В прошлом году мы в ЖТГН подвели в декабре месяце Это почти 90% обеспеченности подвода газа И в этом году вы выделили на 7 школ, на 2 дома культуры и на 4 объекта здравоохранения Денежные средства выделены Мы эту работу уже сделаем в этом 2020 году И естественно сегодня по газификации я думаю проблем больших не будет У нас где-то магистральных и внутри дворовых где-то 800 километров мы достигли 25 подрядчиков работают Около 6,6 миллиардов тенге они уже вложили денег в наш район Одной из главных проблем остается трехсменное обучение в школах В районе таких общеобразовательных учреждений насчитывается 15 Власти района ввели в эксплуатацию 2 школы по 300 мест Кроме того 4 переходящих объекта будут сданы в эксплуатацию в этом году 15 трехсменных школ Это первое То что радует И говорит о том что люди неплохо живут Резко увеличилась у нас демография Рождаемость Вторая причина это Внутренняя миграция Все хотят жить Стараются переехать Рядом с Алматой Вокруг Алматы Следующие вот эти годы мы уже спрогнозировали До 2025 года будет опять рост Если мы не будем очень интенсивно строить школы Для того чтобы ликвидировать трехсменные Еще одна наболевшая проблема Изношенный автопарк Сельчане жалуются что приходится ждать автобусы по полчаса Салоны старые Зимой в них холодно Кроме того после 9 часов вечера транспорт не ходит По автобусным чтобы все поняли По пассажирским перевозкам Это проблема И его задавали не только по 423 маршруту Там 308 и другие Пригородные все наши перевозки Отданы городу Алматы Алматы осуществляет В целом Аким области остался доволен Проделанной в районе работы Отметив что Ильский район является главным промышленным регионом Ельба составил нам задачу И президент Что рост экономики должен быть не менее 4% Вот 4,5% Алматинской области Это аграрная область И внутренний региональный продукт составил 3 триллиона тенге Это очень огромный показатель И очень хороший И мы должны этим годиться Вам мы выделяем 10 миллиардов тенге на развитие Но Ильийскому району не жалко Почему? Потому что У вас где-то по этому году Планируются доходы где-то 140 миллиардов Самое главное это работа с инвесторами Поддержка их Создание приятного такого благоприятного инвестиционного климата И люди будут вкладывать По новому формату после официального отчета Расшел прием граждан Кто не успел задать свои вопросы в зале Могут сделать это лично И таких было немало Многих волнует ремонт дорог Обеспеченность жильем и питьевой водой И другие вопросы На все вопросы Амандык Баталов и Багдад Карасаев Дали исчерпывающие ответы Я житель села Акши Где проживает 6,5 тысяч человек Трубы постройки 70-70 года В данный момент заржавели Не подлежат к ремонту Особенно в летнее время Доставлять воду очень трудно По этому вопросу я обратился Акимов в области Он дал задание Начальнику ЖК в области По-моему этот вопрос В дальнейшем будет решаться Правильный стол Все проблемы разрешимы Главное четко обозначить их суть А власти области и регионов Для того и работают Чтобы с каждым годом Потребностей у населения становилось меньше Казахстан запретил вывозить из страны Живое поголовье крупного и мелкого рогатого скота Из-за массового экспорта Необоснованно росли цены на мясо Объясняют в Министерстве сельского хозяйства Республики На это решение Минсельхоза Фермеры реагируют по-разному Наша съемочная группа встретилась С животноводами Алматинской области Новость о запрете вывоза из страны живого скота Не совсем порадовала главу крестьянского хозяйства Ажар Мажита Кулиева По его словам Ограничение в вывозе живого поголовья Вряд ли окажет влияние на стоимость мяса Гораздо лучшим решением для стабилизации цен Было бы снижение стоимости на корма И горюче-смазочные материалы Считает животновод Солярка, бензин дорогой Также высокие цены на комбинированные корма Вместе с тем нужно выплачивать заработную плату рабочим Субсидии на горюче-смазочные материалы низкие Отсюда и цена на мясо Хорошую выгоду почувствуют посредники Например, они у нас покупают килограмм мяса по 1600 тенге А за границу будут отправлять по высокой цене Для нас пользы от этого мало Запрет вывоза живого скота из страны Не сможет создать широкие возможности И для других животноводов Делится директор мясокомбината «Империя Фуд» Мощность безотходного производства 8 тысяч тонн чистого мяса в год В основном предприятие сотрудничает с Ираном и Китаем За прошлый год на экспорт отправлено Более 260 тонн мяса 500 тонн заготовлено для внутреннего рынка Время это показывает Потому что сейчас запрет сделали на 6 месяцев На это 6 месяцев уже можно понять Что на внутренней рынке цена будет какая Потом можно понять, что сколько идет на экспорт Фермеров сколько это зарабатывает деньги здесь Но я уверен, что, например, мы Как от кормоплощадки, как мясопереработающие Не будем отдавать, не будем использовать вот этот момент Отдавать маленькую цену фермерам Ну, значит, у всех есть возможность зарабатывать деньги И уже получать добавленную стоимость По данным Минсельхоза Республики В прошлом году за пределы Казахстана Вывезено 156 тысяч голов крупного И более 260 тысяч мелкого рогатого скота Массовый экспорт привел к снижению загрузки Казахстанских мясоперерабатывающих предприятий И откормочных площадок В среднем за 2019 год Они были загружены Менее чем наполовину от своей мощности Основной причиной Стал дефицит сырья Сложившийся в результате высокого уровня экспорта Живого скота, говорят в ведомстве С ними согласны специалисты Работающие в отрасли сельского хозяйства К примеру, в Алматинской области За прошлый год вывезено около 5000 Живого поголовья скота В основном Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Иран Мы были против вывоза маточного поголовья Они нужны для увеличения численности скота Если будем снижать получение приплода Откуда будем брать молоко и мясо Тем более заметен рост численности населения На сегодня в области проживает 2 миллиона человек Решение Министерства сельского хозяйства Страны одни поддерживают Другие животноводы не совсем согласны Эффективность такого запрета покажет время Сейчас животноводов волнует другой вопрос Пройти зимовку без потерь И весной вывести скот в целости И сохранности на пастбища Небезопасный отдых Катание на баллоне закончилось гибелью 30-летнего талдыкурганца Инцидент произошел в Ескельдинском районе на лыжной базе Тау-Жетесу Данный факт подтвердили в областном департаменте Что стало причиной несчастного случая, попытался выяснить Ануар Аман Гельдинов Трагедия произошла 24 января По словам старшего инструктора лыжной базы Случилось это примерно между 10 и 11 часами дня Как рассказывает Владимир Наточий Взяв на прокат тюбинг, молодой человек отправился кататься Спускаясь с горы, он врезался об огромный камень В результате перелом позвоночника в трех местах Получив тяжелые травмы, 30-летний парень умер Не доехав до больницы У нас где на тюбингах катаются Две специально оборудованные горки Есть детская и есть взрослая Там у нас стоят эти Специально как бы отбойники Они набиты поролоном Чтобы удара не было А здесь на лыжной базе У нас здесь Вот как есть, так и есть Но на этой горке, где вот случилась трагедия Погиб человек Здесь у нас запрещающие знаки Чтобы не катались люди Ну, люди не очень подчиняются Сотрудники лыжной базы уверяют Что каждое утро они проверяют ровность трассы Однако, каково атмосферное давление в тюбингах Необходимо ли на лыжном спуске устанавливать мягкие отбойники Они не знают Надзор за безопасностью не ведут и государственные органы Управление туризма и Департамент чрезвычайных ситуаций области Говорят, вопрос не входит в их компетенцию Однако, это любителей зимнего отдыха не останавливает Отличные условия Вообще замечательные Трасса укатанная Снег свежий Есть где переодеться Все отлично вообще Я не знаю, замечательно Для, допустим, новичков Есть специальные инструкторы Которые подготовят Приготовят Лично при мне, даже малые дети приезжали Изначально раз Потихоньку, потихоньку и даже сверху катались Теперь выяснять, кто виноват в трагедии Предстоит правоохранительным органам По данному факту В областном департаменте полиции Возбудили уголовное дело Факт зарегистрирован в ЕРДР Искельдинской районной полиции Расследование по факту С назначением необходимых экспертиз Проводится согласно статье 306 Части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан То есть, выпуск или продажа товаров Выполнение работ Либо оказание услуг Не отвечающих требованиям безопасности В ходе расследования все обстоятельства Гибели человека будут установлены По результатам экспертиз Будет принято окончательное процессуальное решение Несчастный случай стал сильным ударом Для родных и близких погибшего Давать комментарии на камеру они отказались В ходе телефонного разговора Сестра 30-летнего Талдыкурганца Рассказала, что нынешним летом Молодой человек собирался жениться Увы По словам сотрудников Талжи Тусу Никаких претензий Родственники погибшего К руководству лыжной базы не имеют На данный момент Объект функционирует в обычном режиме Чтобы предотвратить Несчастные случаи в будущем Администрация приняла решение Не выдавать тюбинги на прокат Завершены итоги расследования По факту смерти трехлетнего мальчика В Красайском районе Специальная комиссия, созданная По поручению Акима Алматинской области Аманда Кабаталова Изучив все обстоятельства Сделала выводы и определила виновных Так от занимаемой должности Освобождена заместитель руководителя Управления здравоохранения Алматинской области По охране здоровья матери и ребенка Такая же участь постигла Директора центральной больницы Красайского района И врача-педиатра Жамбылской Врачебной амбулатории Сообщили в пресс-службе Акима Алматинской области Напомним, трагический случай Произошел месяц назад Трехлетний Ваня Михалкин Скончался в центральной больнице Красайского района Из-за халатности местных врачей Работа специальной комиссии Созданной по поручению Акима Алматинской области Направлялась не только на выявление Виновных в случаях трагедии Но и было направлено на то Чтобы впредь такое не повторялось По итогам расследования комиссии Всем медицинским учреждениям Алматинской области Были даны рекомендации Которые позволят в будущем Не допускать такие случаи Свыше 20 миллионов тенге штрафа В прошлом году оплатили предприниматели области Причина – незнание ими Требования природоохранного законодательства Как утверждают экологи Многие бизнесмены никогда и не слышали Про нормы экологического законодательства Однако незнание закона Не освобождает их от ответственности Подробнее в материале Все физические и юридические лица Загрязняющие экологию Должны соблюдать требования Природоохранного законодательства К ним относятся уплата налоговых платежей Введение учета по выбросам Сбросам Размещению отходов и так далее По словам надзорного органа Многие предприниматели Пренебрегают этими нормами закона Причина – отсутствие ими знаний в данной сфере Однако последствием этого Могут стать баснословные штрафы В 2019 году сумма штрафов За несоблюдение норм экологического кодекса Составила более 20 миллионов тенге Как утверждают специалисты Штрафуют они не сразу Вначале отправляют предписание Превентивного характера Для добровольного устранения нарушений Мы получили предписание Об устранении нарушений Со стороны департамента экологического контроля Со своей стороны хочу сказать Что, конечно, мы объективно приняли оценку нашей работы Мы не доводили до суда Мы как добропорядочный гражданин Казахстана Как добропорядочное предприятие Если есть какие-то недочеты Мы стараемся их устранить Как утверждают экологи Государство в поддержку предпринимателей Создает все условия По их словам Сейчас, как раньше, нет возможности Проверять каждый второй объект И штрафовать за правонарушение Однако экологи могут контролировать Бизнесменов другим путем Через камеральный контроль Это означает, что теперь проверяющие Не выходя из кабинета Анализируют исполнение предпринимателями Требований закона Через интегрированную базу данных В случае установления фактов нарушения Принимаются соответствующие меры По выявлению именно нарушения Государственный орган в области охраны окружающей среды Имеет право включить их в список Профилактического контроля По итогам которого Нами выдается предписание Об устранении данного нарушения С указанием конкретных сроков Согласно действующему законодательству В случае, если Продопользователям данное нарушение Не устраняется То департамент экологии Направляет данные Предписания в органы Судебные органы Для привлечения к административной ответственности Данного лица Суд накладывает на данное юридическое лицо Штраф в размере 100 МРП Неуплата штрафа, установленного решением суда По утверждению госслужащих Приводит к приостановке деятельности К слову, в Алматинской области Согласно официальным данным Количество предпринимателей Оказывающих воздействие на окружающую среду Составляет более 5000 субъектов Айнур Мирханова, Габит Кабдрахман Жаик Курмамбаев, телеканал ЖИЦУ, Талдукурган Такими событиями был насыщен уходящий день Спасибо за внимание До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин